Здравствуйте, добрый вечер всем тем, кто с нами сегодня. Со мной на связи Дмитрий Раимов, это канал Да, это так. Дима, hello. Да, это я. Привет. Да, это так. Друзья, поставьте лайк. Мы с Димой запланировали интереснейшую беседу по насущным делам и проблемам, по глобальным. Мы можем обойтись одной фразой и на этом закончить наше интервью, потому что ничего, к сожалению, хорошего. Пока что в ближайшее время, если мы анализируем публичные высказывания президента, публикации в прессе, то, что говорят дипломаты в Европе, что говорит разведка, то все наше сегодняшнее интервью, больше разговор о том, насколько все только становится более серьезно и даже не просвет к концу. Это короткий спойлер для тех, кто хотел бы услышать от меня, наверное, ожидаемую фразу и все будет хорошо. А вот глобальный вопрос. Вот знаешь, короткий спойлер. Все эти разговоры, они становятся бессмысленными, если они просто являются разговорами. У нас же надежда и расчет на то, что эти все разговоры где-то, когда-то станут в нагоде для переосмысления чего-то, что может повлиять на ситуацию. Потому что, ну, когда бездумно что-то ты делаешь, куда-то ты идешь, слепо, веря или что-то там еще, то как бы, ну, не удивляйся, если столкнешься со столбом, понимаешь? Знаешь, я в какой-то степени редко даю интервью сейчас. Скорее, больше соглашаюсь на интервью и разговоры с теми людьми, которых я знаю. И просто, наверное, с уважением поговорить. Потому что все эти интервью, все эти разговоры, во время, когда двигаются тектонические плиты, они дают возможность какое-то, возможно, внутреннего успокоения для зрителя. Возможность тем самым дать какого-то материала для дополнительных размышлений, для более ясной картины, что происходит, это позволяет нам чуть более уверенно чувствовать себя в том, что происходит. Но повлиять на это, вот обычный украинец или обычный американец, обычный европеец, в данный момент мое такое четкое убеждение буквально не может. То есть мы можем как-то себя где-то подуспокоить, но двигаются процессы, как сегодня было опубликовано уже, если не ошибаюсь, в «Гуардиане», о том, что мир перешел из категории... Я даже увидел переводы украинских журналистов, я думаю, вы быстро найдете. Мир перешел от послевоенного в довоенный. То есть двигается процесс, которого мы боялись предполагать и осторожно вспоминали в 2022-м. Сейчас мы говорим о том, что наш мир, в котором мы живем, двигается в сторону Третьей мировой войны. Глобально у нас уже определились оси добра и оси зла. И, соответственно, мы понимаем о том, что наше поколение попадает вот в это страшное время и будет жить в условиях большой войны. У появления европейских военных в Украине, мне кажется, речь осталось говорить только совсем-совсем немного. Мое видение и разговоры с моими коллегами в Европе это вопрос только когда. То есть не вопрос... Мы сейчас обсудим Макронщину, Макронщину эту обсудим, но просто когда ты глобально... Макронщина. Когда ты глобально говоришь о том, что мы сейчас уже сформировались оси зла и они видны, и они прочувствуются, то еще раз повторюсь. Вот все смешалось в доме Облонских. Понимаешь, тут вопрос в другом. Кто названное зло, а кто реальное зло? Кто зло по методичкам, я не знаю, Вашингтона, а кто по методичкам Кремля или Пекина? Тут же это очень важный момент. Я бы говорил о том, что зло оно само по себе понятно. Если бы Китай, Северная Корея, Россия, Иран, Сирия, и они боролись за мировое лидерство путем демократическим, путем инноваций, путем прогресса, а не накапливанием вооружений, подготовки к большой войне, а давайте просто пройдемся по этим странам. Россия ведет большую войну против Украины в центре Европы. Китай, новости в этой, буквально уверен, видели о том, что Китай построил макет один в один правительственного квартала на Тайване. На этом острове точно не готовится к экспансии. Сирия, война продолжается длительное время и убивает мирных жителей. Плюс внутренний конфликт. Ждем дальше. Северная Корея. Тут дополнительных комментариев не требуется. Иран. Все и так понятно. С революцией в конце 70-х они готовятся к большой новой войне. Соответственно, мы видим эту ось, и она является сама по себе осью зла, потому что эти страны собираются проводить перераспределение сил влияния в мире путем оружия. Не современных инноваций, не экономического роста, не прогресса, не привлекательности для людей, а именно путем оружия. Поэтому ось зла определена. Вопрос, когда начнется этот мировой конфликт, где он начнется, и в какой момент развернется полномасштабно, остается открытым. Но так как ты это называешь Макронщиной, то речь идет о том, что о прибытии европейских военных в Украину речь сейчас стоит под вопросом, когда. Не да или нет. Будет или не будет. Погоди, я чтобы не слетел с мысли, вот мне очень важно глобально твое понимание. Знаешь, вот когда ты говоришь о зла, которая собирается перестроить мир так, как им хотелось бы или как там было раньше, с помощью оружия. У меня возникает, да, инновации, технологии, вкус демократии. Это последнее поствоенное время, после Второй мировой войны. Глобально полмира живет по этим правилам. Здесь, конечно, гегемон Соединенные Штаты Америки, Великобритания, большие имперские государства. Но, я вот что-то не могу понять, а вот выстраивание приоритетов и зоны контроля в Ираке, в той же Сирии, в Югославии, Соединенными Штатами Америки, это вот ось добра с помощью оружия, что делало? Мы же знаем много таких историй. Я просто хочу понять. Не будем мои слова распределять как оправдание Соединенных Штатам Америки, потому что, несмотря на то, что это одна из успешнейших экономических и демократических стран, ее внешняя политика всегда была крайне агрессивной. Если посмотреть историю внешней политики Соединенных Штатов Америки, начиная с конца Ближний Восток и заканчивая многими другими процессами, где они принимали участие, мы скажем, что эта внешняя политика ничем не отличается от имперской внешней политики, которая защищает какие-то свои интересы. В этом контексте она не отличается, наверное, и от всех других империй и, соответственно, поддается за это основательно критике и даже внутри Соединенных Штатов Америки, потому что не так просто появилось это направление движения. Давайте сосредоточимся, типа, America Great Again, но, типа, давайте сосредоточимся на внутренней повестке, на внутренней жизни и перестанем вмешиваться и тратить деньги на другие страны, на какие-то там наши интересы. Давайте сосредоточимся внутри. Но, как только что, Manchester State, мы часть Украины, мы часть нашей Родины, и мы понимаем, что наша страна находится под воздействием агрессора, соответственно, мы уже для себя четко понимаем, где есть зло, а где есть добро. Ну, это понятно. Может здесь формироваться идеальное зло и идеальное добро. Ну, идеальное зло уже образовывается, потому что этот союз Ирана, Северной Кореи и России, которому Китай еще окончательно так и не примкнул, это четко ось зла. Мы можем ли мы говорить, что объединилась коалиция по защите Украины для того, чтобы помочь отбить эту атаку? Да, это четко можно определить, как что-то... Укрепилась коалиция? Она появилась. Дальше мы можем оценивать, насколько они готовы нам дальше помогать, продолжительность, есть ли план Европы и Соединенных Штатов о завершении войны, каком завершении войны, есть ли солидарность и одна точка зрения. Ответов на этих вопросов это долгие-долгие дискуссии. Если мы сейчас просто подведем к одной позиции, мы увидим, вот мое точка зрения, вот здесь в данном случае моя точка зрения, она не претендует на все объявления. Первое. Украина стала местом агрессии Российской Федерации, на нас напали. Нам повезло, благодаря определенным усилиям политиков и военных, Украина выстояла и сформировала антироссийскую коалицию. Очень такие терминологии, знаете, Второй мировой войны, антигитлеровская коалиция, антироссийская коалиция. Мы получили новый план Маршала, который, так условно говоря, возможно и не заработал. Но, по крайней мере, мы получали достаточно продолжительное время финансирования. Сейчас произошел с ним кризис, о нем можно говорить отдельно. Есть условно, буквально названная ось зла, которая сформировалась в виде России, Ирана и Северной Кореи, которые буквально ввязаны в конфликт, потому что и Северная Корея, и Иран поставляют в России вооружение, которое используется против мирных жителей, против украинской армии в Украине. Это та диспозиция, которая сейчас есть. Может ли что-то из этого дальше вырисовываться, например, в контексте глобальной войны? Да, буквально это то. Может ли произойти поражение Украины в этой войне, и на этом все ли остановится? Это тоже длительные дискуссии, может ли Украина в данном случае проиграть? Отправят ли европейцы своих военных? Тема буквально повседневных разговоров. И, соответственно, если, не дай бог, Украина проиграет, остановится ли на этом Россия, не запустит ли это глобальный процесс освобождения Украины, или, например, попытки России захватить новое государство, допустим, это будет Прибалтика. Вот это та диспозиция, в которой мы сейчас находимся. Мы находимся на стороне добра. Здесь, пускай россиян, которые придут в комментарии, разрывают сколько угодно, но не Украина начала эту войну, не Украина обстреливает мирных граждан с 24-го числа, не Украина оккупировала Крым, не украинские войска, простите, на протяжении долгого времени находились на оккупированной части Донецка и Луганска, и если мы вспомним Дебальцевский котел, Иловайский котел и влияние российских войск, вот четкое понимание, кто начал войну. Вот это, я бы хотел на этом зафиксировать свою точку зрения. Здесь все понятно и однозначно. Из чего я дальше исхожу в размышлениях про то, как дальше будет происходить Собор? Жертва всегда на стороне добра. Еще раз, два года это фиксируем, то есть насильник всегда несет ответственность. Ну, не всегда, конечно, но насильник всегда зло. Еще, ну, то есть для тех россиян, которые приходят в комментарии, если мы за них переживаем, вот зафиксируйте, пожалуйста, у вас в Российском Уголовном Кодексе есть статья за изнасилование. И там нет оправдательных подстатей, что если у нее короткая юбка и она тебя провоцировала, значит, насильник прав. Вот это на самом банальном примере, на котором вот россияне понимают. Поэтому вот тут все, как бы, да. Это многослойная проблема, это понятно, мы не будем с этим спорить. Вот мы пытаемся с Дмитрием как бы разобраться вот в слоях. здесь круги ада из божественной комедии. Вот давай в них разберемся. Дим, ты несколько раз повторил по поводу войск НАТО или других европейских... Не совсем НАТО, мы говорим именно о... Вот давай здесь разберемся. ...индепендент, независимых военных контингентах. Независимых военных контингентах, значит, первый эту игру, да, значит, запустил Эммануэль Макрон, который достаточно давно и последовательно выступает, если не противником, то таким оппонентом политики альянса северного НАТО. И вот тут вот его слова, как он потом сам с помощью своих чиновников и, собственно, в своем лице оправдывал, мол, французские войска, которые могут появиться в Одессе, это никакого отношения к альянсу не имеет. И вот свежее заявление о том, что даже если французские войска, французский легион будет поражен на территории Украины российскими войсками, это не значит, что статут НАТО будет применен четвертой и пятой статьей. То есть, когда ты говоришь, вопрос решен и только когда они появятся в Украине? Слушай, они уже в Украине в таком случае по этой логике с 2014 года. В чем вопрос? В количестве? Давай точно имеем значение, почему Франция, потому что у Франции действительно есть военизированное подразделение под названием французский военный иностранный регион, который сейчас его количество в районе от 7 до 8 тысяч, но были исторические периоды, когда численность иностранного региона превышала 40 тысяч. Можно ли говорить о том, что это колоссально большое количество для нынешней войны? Нет. Но это военное подразделение, которое подчинено президенту Французской Республики, не требует дополнительных ратификаций и могут использоваться согласно закону на всех территориях, на всех направлениях, где у Франции есть свои экономические интересы. Ну и вообще в принципе свои интересы. Тут даже экономически они априори сами по себе понимаются. Потому это военное подразделение может быть направлено соединяем Франции, Французской Республикой для выполнения разного рода задач. Численность этого военного подразделения не такая большая, чтобы кардинально изменить диспозицию нынешней ситуации на фронте, но как минимум для того, чтобы, например, обеспечить частично противовоздушную оборону, охрану стратегических объектов и прочие логистические процессы. Плюс есть специализированные воинские подразделения, которые могут выполнять соответствующие спецзадачи, где необходимо не просто военный в окопе, а спецназ, просто спецназ. Ты говоришь о фронте или об Одессе? Нет, я говорю, давайте правильную цитату определим Макрона. Там было сказано, что если будет угроза и если Россия будет пытаться взять, это не значит, что французы остановятся на Одессе и будут оборонять исключительно Одессу. Нет, Одесса была названа как один из элементов, а потом я увидел в одной из публикаций цитат, что угроза Киеву и Одессе, то есть это фактически угроза потери моря, то есть потери выхода к Черному морю и угроза столицы. Потому французский легион может быть задействован, он может быть задействован президентом Франции, то есть здесь не нужно дополнительные юридические моменты, он это может сделать по закону и это не будет считаться поражение этих войск, я имею ввиду попадение пули или снаряда по этим военным, не будет считаться нападением на Францию, потому что есть пример африканских конфликтов и плюс там далеко не все являются гражданами Франции. Если пути другого, некого формата гибридного присутствия европейских военных, да, никто не отказывался от частных военных компаний и, например, французский военный легион может быть расширен до 40-50 тысяч военных за счет различных военных по всему миру, которые могут вступить в это подразделение, плюс можно формировать так называемые частные военные компании, наемников, которые воюют во всех войнах и прибудут для выполнения различных задач. Я думаю, что речь идет о первоочередно, это то, что сейчас и пишут и обсуждают украинские политики о том, чтобы освободить часть украинской армии с западной стороны и перенаправить на южную, то есть западную и северную часть. С другой стороны, так или иначе, эти военные подразделения будут оказываться на фронте для получения военного опыта, для слаживания и фактически мы будем говорить о том, что так или иначе, как это было в корейском конфликте, европейские военные с вопросом, под каким флагом будут находиться на территории Украины и помогать украинской армии. Я, как украинский гражданин, только поддерживаю эту историю, потому что, если украинская армия нужна помощь и ее нам готовы предоставить, то определенно, да, в Украине необходимо будет единственное, что принять решение про разрешение ввода странных контингентов. Это требует законодательства, нужно будет проголосовать в парламенте, принять это как постановлением парламента и, соответственно, юридические перепонки будут для этого сняты. Дим, по поводу географии, вот, например, допустим, французские войска, французский легион в Одессе, тоже очень много размышлений по поводу того, что конкретно в Одессе интересует Макрона. Ну, если мы не смотрим на историю. Одесса является городом, который французы знают, потому что французские войска были в Одессе и среднестатистический француз знает, что такое Одесса с учебников по истории. Буквально с учебников. Только этот фактор? Исключительно только этот фактор. А черная моря? А дополнительный это порт, но мы не понимаем, в каком состоянии этот порт сейчас находится и может ли иностранный регион в виде одного военного, условно военного защитить этот порт от ракетных атак? Конечно же нет. Потому, да, экономически это порт, то есть защита города, но до Одессы для того, чтобы дойти, нужно пройти Николаев, потому что здесь речь бы в первую очередь шла бы о защите Николаева, как о первом рубеже перед Одессой, буквально крепость Николаев. Реально же речь идет о том, что это Киев и географическое размещение французских войск, вы видели это 100% на французском телевидении, многие украинские журналисты публиковали, в Европе обсуждаются о том, что французские и другие военные могли бы стать на северный щит, тем освободив военных, которые находятся в обороне на белорусско-российской границе с северной стороны. То есть фактически там, где оборудованы все необходимые оборонные сооружения, заминированные поля и прочее, прочее, прочее. Оттуда можно высвободить по разным данным от 80 до 100 тысяч. Группировка это то, что говорили непосредственно украинские командующие, которые говорят, какое количество военных стоит украинских на этом рубеже в обороне. То есть можно перевести это количество людей для обороны Харькова и для обороны и наступательных действий на юге нашей страны. Вот такая география. Оборонять Одессу любым контингентом на данный момент не имеет никакого смысла, потому что никакая десантная операция там не планируется, а перед Одессой стоит город Николаев, потому речь идет, конечно же, о том, смотри, я просто я как человек, я как Николаевский парень, просто в чем главный главная помеха для сухопутных операций России в данном случае. То, даже Илон Маск написал, это Днепр. Это Днепр. Николаев глобально находится на правом берегу Днепра, но при этом даже если форсировать Днепр получается там с другой стороны через Херсон, ну это же мы увидим совершенно, да, то Николаев и его административная часть, центр и все остальные районы в большинстве находятся на левом берегу Южного Буга. То есть там еще форсировать Южный Бух придется, широкий в Николаеве, такой же как и Днепр. Да, плюс Очаков. Роль Очакова, я думаю, не безызвестна ни нашим зрителям, ни тебе, ни всем тем, кто следит за новостями на BBC последние 10 лет. Тут вопрос возникает, каким образом это все, вот еще пугалки эти, да, вот там три дня назад Илона Маска. Но если что там, да, то может пасть и Одесса. Никто не понимает, каким образом, какими ресурсами, понимаешь, в этом вопрос. Одесса пасть не может, как и Киев. Давайте так. Здесь политология связывается с историей. Есть история крупных воинских операций на территории нашей страны в разных временах. Есть нынешняя современная военная наука, которая изучает, как происходит штурм городов и как происходит их осада и захват. К сожалению, мы стали свидетелями штурма и захват таких городов, как Бахмут и Авдеевка, те, которые достаточно яркие, а также Мариуполь, города чуть меньше, где были достаточно серьезные бои, а также мы видим, как не получилось захватить города, то есть мы видели историю с Николаевом, твоим родным, а также мы видели историю Гучи, Эрпень, Гаслобин, так называемый треугольник смерти для российской армии. Соответственно, политология с военной наукой здесь схожится в том, что для того, чтобы захватить такие огромные города, необходима не сотнетысячная армия, там должны быть сотни, сотни и сотни тысяч российских войск, для того, чтобы хотя бы захватить в кольцо, в перспективе захватить и оккупировать этот город, города-миллионники, потому о падении Одессы и о падении Киева речи идти не может. Самое страшное, что мы сейчас можем обсуждать, и то, что больше всего к этому идет, хотя украинская разведка говорит, что ударных групп на направлении Харьковском не наблюдается, но количество бомбежки и обстрелов у Харькова очень начинает напоминать, как готовилось наступление на Бахмут, или Бахмут, правильно простите, и мы видим подобную ситуацию сейчас. Захватить такой город невозможно с кондачка, окружить его тоже невозможно, потому что теми военными, которые сейчас есть у России, даже с мобилизацией 300 тысяч окружить Харьков и захватить его будет крайне сложно, но можно этот город достаточно серьезно потрепать, это правда, ну то есть это вот кадры оккупированных городов мы видели, но нынешних российских военных и так как растянут фронт, и количество техники, и количество живой силы, России недостаточно, чтобы захватить город миллион. Но при этом, Дим, смотри, вот тут хорошо. А про то, чтобы перейти Днепр, здесь я с тобой миллион раз согласен, это буквально в предыдущих силах России невозможно. Может ли что-то измениться через 3-4 года, если Россия накопит количество военных и техники, это вопрос обсуждаемый для прогноза, но на данный момент, на ближайший год это невозможно. Если, тут еще фактор, если Запад даст возможность России накопить ресурсы, технику, подготовить солдат и так далее. Запад даст. Политика Запада, вот как ты правильно сказал, мы создали антироссийскую коалицию 2 года назад, Петр Алексеевич скажет, брехня, я ее создал 10 лет назад, но тут такой вопрос. Но сейчас то, что происходит на Западе, оно, конечно, не выдерживает никакой критики. Вот, например, здание политика пишет, что нам в Украине грозит серьезная катастрофа на поле боя, крах фронта и так далее. То есть, пугают максимально. Есть большой риск обрушения, где, цитирую, линии фронта, там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление летнее. Да, помощи до сих пор нет. Тем более, вот мы видим сейчас политические заявления из Вашингтона, что, ну, типа, давайте вот мобилизацию, давайте понижайте возраст, чего будет только на наше оружие рассчитывайте, давайте рассчитывайте на себя самих. Это тенденция нехорошая и это значит, что нас бросают под амбразуру. как долго это может продолжаться и как долго мы так можем стоять. Нас не бросают. Макс, у меня нет ответа на твой вопрос по поводу как долго мы можем так стоять. Я также вижу эти публикации и размышления различного уровня политиков и дипломатов в Европе как поводу того, насколько крепка украинская оборона и может ли что-то произойти прям страшно непоправимое. Мне сложно дать оценку, я не военный эксперт. Я могу оценить исторически, я могу оценить политологически, но мне недостаточно информации о том, какая на самом деле ситуация на фронте, потому я эту часть вопроса ставлю в стороне. Анализируя публичные высказывания различных изданий, да, они ссылаются все на неназванные источники в окружении Верховного Украинского командования военного. И так как же эти источники? Скажем так, на данный момент мы можем сказать, что за последние два года эти статьи примерно очерчивали реальные разговоры. То есть давайте возьмем в пример дискуссию и разговоры, когда вы вышли про отставку залужного, о которой писали эти же издания, и вот вам результат. Потому более чем можно сейчас считать какой-то высокой долей вероятности, что эти публикации и оценка ситуации на фронте близка к реальности. Что может быть на самом деле? Самый страшный на данный момент сценарий, который я вижу, это то, что президент Украины выходит с обращением к нации и говорит, что мы теперь должны будем немедленно мобилизовать всех, кто есть, и никакой другой мирной жизни не может быть, только история на войне. что если мы говорим о прорыве фронта, то, о чем пишут сейчас западная пресса, то это фраза типа ну вот прорвут, где-то наши остановят. Нет, дружина, прорыв фронта, что начинает быть угроза. Днепр, погоди, насколько я понимаю, что опасности такой сейчас нет. Давай не будем нагнетать, потому что вчера очень красноречивое заявление Владимира Зеленского о том, что нам не нужны 500 тысяч мобилизованных. Мы не нуждаемся, сказал президент. Давайте я сейчас закончу эту речь. Это самый старый, самый страшный сценарий для того, что нас может ожидать. Насколько этот сценарий плох сейчас, я убежден, что он буквально становится одним из реальных планов. Объясню свою точку зрения. Первое. Президент официально выходит и говорит, что Россия на 1 июня собирается мобилизовать 300 тысяч человек. Первоочередная история, здесь очень важно сказать, что число 1 июня не совпадает с публикациями западных стран по поводу того, что когда же готовится контрнаступление, точнее контрнаступление, наступление, новое наступление российских военных, потому что говорили, что это должен случиться май-июнь, а если на 1 июня будет проходить мобилизация, процесс мобилизации плюс процесс обучения это осень. То есть сейчас мы говорим о том, что нет какого-то календарного плана, но война никогда не идет по календарю, потому берем во внимание только заявление президента про 300 тысяч мобилизации к тому, что сейчас есть. Мы также видели заявление украинских различных военных чиновников про то, что контингент российской армии сейчас составляет около полумиллиона военных на территории нашей страны, в оккупированных частях нашей страны. То есть плюс 300 тысяч достаточно весомая часть, это практически, это более чем 50%, простите, математика, здесь быстрее коллеги посчитают. То есть это достаточно серьезная составляющая. А где 300, там и 500, ну то есть 500 тысяч мобилизаций. Первоочередно мы хвотоберем эту цифру, которую сказал президент. Дальше мы видим заявление президента про ситуацию на фронте. Да, президент не говорит, что там все печально, но говорит, что ситуацию возможно придется сокращать. Придется фронт сокращать для того, чтобы иметь оборону, то есть придется отступать для того, чтобы линия фронта сократилась, хотя мне пока сложно понять, каким образом эта линия фронта сократится. Но значит придется отступать для того, чтобы удерживать фронт. Фактически президент говорит о том, что украинская армия на данный момент возможно будет не готова оборонять всю нашу территорию, а придется отступать для того, чтобы сохранить людей и занять более выгодные оборонные позиции. Потому что сокращение фронта это означает отступление. Мы просто можем употреблять разные слова, там типа отрицательное погружение, да, или там типа отрицательное всплытие, как шутили в мэмах. Но по факту это следующее. То есть это слова президента. Мы не поддаем их сейчас дополнительной трактовке, кроме того, что сказано о сокращении фронта. Это реальное отступление. И готовится мобилизация. И мы видим, что как-то не совпадают высказывания президента тогда с пониманием подождите, если Россия проводит мобилизацию, а мы не проводим, то какая наша ситуация? Поднимаются вопросы. Следующее, что мы видим, для того, чтобы понять сложность ситуации, то, о чем говорят украинские военные и украинские политики, отсутствие вооружения, и здесь уже цифры. Кто-то говорит, что одна пушка делает два выстрела в день, другие говорят один выстрел в день и прочие дела. То есть мы видим ситуацию очень плохо с вооружениями и с снарядами. Вот две составляющие. И третья составляющая – отсутствие видимой перспективы от Соединенных Штатов Америки по предоставлению вооружения. Хотя, видите, Чехия нам сейчас активно в этом процессе помогает. будет больше снарядов, но, опять же, это не решение. Вот три составляющие, от которых я отталкиваюсь в оценке ситуации, как негативной, с перспективой стать еще более хуже. То есть когда не в улучшении, а когда ситуация будет ухудшаться. Ухудшаться ситуация – это потеря территорий, потеря солдат из-за того, что мы не можем обеспечить им достаточное количество снарядов для подавления противника. И, соответственно, появление угроз таким городам-миллионникам, как Харьков, Днепр, Запорожье Дим, с этим ты связываешь недавний ну, не то чтобы анализ, предположение Владимира Зеленского о том, что мы выйдем на границе 22-го года. А я напомню, что полтора года назад именно выход Украины на границе 22-го года Владимир Зеленский считал победой Украины в этой войне. Так вот, Владимир Зеленский сказал, мы выйдем на границе 22-го года, а потом не придется воевать условно за Крым и часть Донецкой, Луганской области, потому что Путин сам отдаст эти земли оккупированные. Ну, по сути, потому что Россиян и государственный строй Путина будет сыпаться там. Вот с этим ли ты связываешь вот эти слова Зеленского и можно ли это считать, скажем так, нашим дальнейшим видением ситуации? То есть мы уже как бы подуменьшили аппетиты. Нет дискуссий по поводу границ 91-го года. Боюсь, что в обозримой перспективе без присутствия полномасштабной мобилизации, необходимого количества снарядов и вовлечениям европейских и американских военных через частные компании военные или напрямую контингентами, ни сценарий 91-го года, ни сценарий 22-го года границы на данный момент нереализуемы. Президент имеет право размышлять, президент имеет право анализировать и предлагать свое видение и действительно его точка зрения недалека от истины. То есть в этом контексте действительно может случиться такой процесс, что Россия, которая потеряла количество военных, потратила огромное количество денег, осталась проигравшей, потеряв полностью все территории, которые она условно захватила и оккупировала с этого времени. Во-первых, это одна из немногих стран с мерцающей границей, потому что тут у них как бы граница утром одна, завтра совсем другая. И потеря этого всего, что они назвали своего, действительно может запустить внутренне политические процессы в России о том, что за что же мы воевали, а что же дальше будет. Но такой же процесс и такие разговоры шли в начале русско-японской войны и там та же самая история складывалась о том, что потеря территории, потеря каких-то границ и что же будет дальше. Тогда Япония, которая была активно снабжаема американской военной промышленностью и переоснащенная по последнему слову техники и большая Россия со своей не очень развитой экономикой и с развитым военным делом, но возможность умобилизовать большое количество военных пришли к точке переговоров, что либо большая полномасштабная война, которая не нужна никому еще больше, чем там была, либо какие-то мирные договоренности. Поэтому, исходя из исторического контекста и политологии, президент Зеленский абсолютно может так допускать такой сценарий, он имеет место быть, насколько он реализуемый и нужно оказаться в тот момент, когда Украина выйдет на границе 22-го года и тогда мы можем предположить, что как же действительно сценарий будет развиваться. Но он может быть абсолютно. Но единственное, что меня буквально настораживает, насколько эти планы как и 22-й, так и 91-й год, границы, насколько они в данном этапе реализуемы. При той ситуации с мобилизацией, при той ситуации с экономикой страны, при той ситуации с вооружениями, ни один, ни второй план не реализуемы. Мы пячемся назад на данный момент. То есть в процессе о том, что Украина что-то отвоевала, давно новости эти отошли, мы сейчас потребляем новости, сообщения о том, что Украина отступает и, как говорит президент Зеленский, будет сокращать линию фронта для того, чтобы... Может быть, будет сокращать линию фронта для того, чтобы ее удержали. Ну, по сути, с чем Сырский принял главное командование, да? Это с концепцией, как говорили западные генералы, ухода в стратегическую оборону. Мы не понимаем фразы, что такое стратегическая оборона с точки зрения войны 21-го столетия. Сейчас я, надеюсь, сейчас могу показать эту книгу. Извините, я так, видишь, не подготовился, но хочу порекомендовать ее просто для читателей. Ага, ее, кстати, говорил, она последнее время, много военных о ней говорят. Это советский генерал, командующий свечем. Его книга стратегия. Литература запрещенная пошла. Она абсолютно да, но так как военные о ней говорят, то я могу на нее сослаться, словно в этом контексте, для того, чтобы понять, что такое стратегия обороны, для того, чтобы понять, как это работает в российской нынешней военной доктрине. И это очень много связано с политологией, в первую очередь. Мы говорим о стратегической обороне категориями 20-го века. То есть мы говорим о системах обороны, создании различных рубежей по категориям 20-го века, то есть по опыту Второй мировой войны. Я просто на секунду, чтобы я не буду развивать мысли, просто с примером Второй мировой войны, и я, насколько правильно понимаю, и по этой книге в том числе, по примерам, например, советско-финской войны, по примерам параллелям корейским, то есть стратегическая оборона в уход в политику. Или здесь немножко другое? Тут важно понять, что Свечин писал еще на материалах Первой мировой войны. Просто эта книга сейчас очень актуальна, потому что сам генерал Залужник говорил, что ситуация примерно сродни той, что была в Первую мировую войну, переходя в окопную. Так вот, история всей, я к чему веду? К тому, что вот эта стратегическая оборона и возможность обороны в таком ключе, когда сверху летят ракеты, а бомбы падают, не сверху, когда самолет пролетает, а намного-намного по-другому, держать такую стратегическую оборону буквально невозможно. Политологически речь идет о том, что здесь может ли государство занять эту позицию стратегической обороны, когда происходят ракетные атаки, может ли государство обеспечить ее, может ли государство обеспечить финансовую составляющую. Политологические вопросы, они дискутируемые, но военная, это история сейчас к военным экспертам, но то, что я понимаю по тому, что говорят наши военные, то стратегическая оборона, когда тебя бомбят различными многотонными бомбами, а эти самолеты находятся вне зоны поражения ПВО, то, соответственно, это не стратегическая оборона, это постепенное выдавливание военных со своих позиций. Мне кажется, концепцией стратегической обороны в нынешнем военно-техническом прогрессе и развитии невозможно, потому что даже самые классные сильные рубежи окопов, блиндажей, минных полей могут уничтожаться ракетами и самолетами, которые выпускаются за десятки километров от линии фронта, и стратегическая оборона может быть только, когда наше небо полностью закрыто от ракет и самолетов противника, то есть когда вот эти все технологии не могут взломать наши оборонные рубежи на земле. Какая задача ставилась генералу Сырскому? Вопрос генералу Сырскому, но то, что политологически называется стратегической обороной и удерживание рубежей, в нынешнем техническом прогрессе, как видите, нереализуемо. Не дать, не взять. Мы запутались, мы не можем выстроить свою формулу. Вот может быть в офисе у Зеленского формулу Зеленского, формулу мира Зеленского выстроили, то тут вот формулу войны, введение этой войны, формулу победы, что-то с этим какие-то сложности. Я понимаю, может быть нужно наконец-то правдиво, честно подходить к обсуждениям глобальных процессов. Не знаю, может быть кто-то кого-то там наебывает постоянно. Как бы ни подходили, здесь нет ни правдиво, ни честно. Здесь есть реальность. Формула мира президента Зеленского, та, которая была презентована, подразумевает момент урегулирования конфликта, когда есть условно антипределивание путинский весь, назову так, развитый мир, и Россия, которая стала изгоем, и это давление на нее для того, чтобы они отошли от своих военных целей. Насколько это реализуемо, насколько это будет создано и запущено, давайте посмотрим, когда произойдет конференция, мы посмотрим, произойдет ли она и какие результаты будут на ней достигнут. Понять что-то, и правда-неправда, это все как бы в условиях войны достаточно сложно. Мы точно понимаем сейчас, давайте так пересчитаем то, что мы точно понимаем. Мы понимаем, что продолжается война, мы понимаем, что Россия восстанавливает свою военную промышленность, наращивает ее и увеличивает количество войск, что означает в долгосрочной перспективе ухудшение наших позиций бесповоротно, если мы ничего не предпримем. Соответственно, мы хлопаем, радуемся всем взрывам на российских предприятиях, потому что действительно разведка делает то, чтобы Россия не могла улучшить свое состояние в этом смысле. Но Россия может растянуть эти все истории и вытащить их куда-то подальше от городов. Хотя, видите, даже самолеты до Торстана долетели, потому что тут уж вопрос с результатом. Точно, что мы можем понимать, это то, что в Украине назревает политический кризис, он уже как бы в своем процессе назревает, то есть вот что-то может произойти, потому что он развивается, он обостряется, есть обострение между людьми, есть обострение между политиками и обществом, есть обострение между институтами власти, и слава богу, нет обострения между армией и обществом, это ключевая история. Хотя, если почитать ремарка и почитать то, что говорят наши военные сейчас, то к военному командованию всегда будут вопросы, не знаю, как там к командованию генеральному, но к военно-начальникам всегда будут вопросы, и всегда военные будут осторожно оценивать своих командиров как тех, кто принимает не совсем верное решение, но это было в любой армии всегда. Это то, что мы сейчас понимаем как ситуацию, диспозиция крайне неблагоприятна. Дим, учитывая вот эту диспозицию, которая крайне неблагоприятная, как действовать Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку, который по сути является и главой Офиса Президента, и, ну честно, вот честно, Андрей Ермак, министр иностранных дел. Ну вот, кулеба, полное дипломатическое ничтожество, я могу себе позволить сказать, учитывая то, как ведутся дела на дипломатическом фронте. Ермак со своими комиссиями, со своими конференциями, с продвижением формулы мира, он министр иностранных дел. Тут хочется просто понять, как будет выстроена в дальнейшем с такой диспозицией политика Зеленского и Ермака по усилению власти, по работе с оппозицией, которая вечно недовольна. Вы слышите, что делает сейчас Петр Алексеевич Порошенко, мотоциклист наш, терминатор, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков. Ведь бурлит, ведь бурлит. А Зеленскому нужно или усиливать вертикаль, или... Действующий президент, мне сложно комментировать роль главы администрации, потому что мы всегда в украинском контексте всегда выносим главу администрации как отдельная личность. Я президента Зеленского от главы администрации Ермака не отделяю. Фактически так это было при президенте Кучме, тогда это был Медведчук и Кучма, так это было при Викторе Андреевича Ющенко, это был Балога и Виктор Ющенко, так это было Виктор Янукович и Сергей Левочкин. И можно перечислять еще при президенте Порошенко, потому что всегда это были люди, которые фактически выполняли распоряжение президента. Очень классно придумывать концепцию, когда президент офигенно классный, а просто его глава администрации вот такой застранец. Все ему об этом говорят, а он типа этого не видит. Все, что делает Ерман, все, что делали предыдущие главы администрации, это прямые распоряжения и решения президента Украины и его прямая ответственность. И как президент Зеленский когда-то комментировал по поводу генерала Залужного, что это все люди, которых я назначил, и я несу за них ответственность. Потому вопрос ответственности того, что происходит, это история только с учительом президента Зеленского. Какая дальше конструкция может быть? Закручивание гаек дальше не нужно, просто, нет необходимости. Действующая оппозиция дезорганизована. Действующая оппозиция не может объединиться, даже не ведет разговоры об объединении. Есть президент Порошенко, который уже заявил, что он готов будет идти на президентские выборы, только нужна победа. Есть генерал Залужный, которого ссылают сейчас в Англию, и в Англии его уже ждут все наши, так сказать, миропридержащие и уехавшие, чтобы объединиться вокруг него, для того, чтобы выстроить какую-то политическую силу, чтобы, возможно, вернуться домой. Я не знаю, как они собираются решать вопрос России, но никто не обсуждает, главное же власть перехватить, а там уже, как бы говорится, ввяжемся в драку, там разберемся. Есть Юлия Владимировна, которая постепенно теряет свой электорат, и он умирает. То есть, если мы посмотрим на уровень поддержки Юлии Тимошенко, реальный, по ее электорату, который за нее голосует, то он физически умирает. Молодежь Юлию Тимошенко не особо поддерживает, она, как политический игрок, уходит в прошлое. Остается только вопрос, когда она уйдет в прошлое. Что касается бывшего главы парламента, то речь, конечно, о Дмитрии Разумкове, то у него нет политического веса на данный момент. Он потерял ту возможность стать альтернативной, сильной кандидатурой, когда уходил в отставку с должности главы парламента, когда его обсуждали как альтернативную кандидатуру, нейтральную, абсолютно нейтральную по отношению к всем. Он не имеет политического веса. И теперь, если мы это даже все попытаемся сложить, мы не увидим политической оппозиции. Новая политическая оппозиция вырастет из бизнеса. А Запад где? Ну, бизнес окей, с этой стороны. А Запад не влияет? Я думаю, твой главный вопрос, где Запад, интересует сейчас многих у Украины. Ответа на него нет. Запад, условный Запад, условная США и условная Британия и условная Франция не играются во внутреннюю политику Украины сейчас. Есть история контроля выделенных денег, борьба с коррупцией, догоняния людей, которые воруют бабосики. Это связано не с политикой, а с просто банальным охраной денег, которые они выделили для того, чтобы Украина могла обороняться. Но новая украинская оппозиция, которая станет политической оппозицией, она вырастет из бизнеса, из волонтеров и из украинских военных, которые займутся политикой. Пока это, когда это произойдет, года через два, два с половиной. Пока будет длиться активная фаза войны, пока будет продолжаться эта вся история. Даже если Петр Порошенко объединится с Юрием Тимошенко, они усыновят Разумкова, усыновят вообще всех, кто только может это все сделать, не знаю, поженятся между собой, чтобы никогда больше не было войны, это вечно герб оппозиции. Им не хватит сил, ресурсов, чтобы перехватить власть. А Майдан, как вы видите, очень хорошо предостерегли, потому что любой Майдан это что? Это Россия. То есть вот эту технологию выбили у Петра Алексеевича и Юлия Владимировна с рук, для того, чтобы ею не воспользовались. И я где-то согласен с этим, потому что нам только не хватало Майдана внутри страны, чтобы пока идет война, шла внутри революции. Потому оппозиции пока нет и закручивать гайки нет необходимости. Вы посмотрите, они даже не могут закрутить гайки со своей фракцией. То есть там уже даже нет 226 голосов, уже нет мода большинства, уже нет количества голосов, которые необходимы для принятия закона. Спасибо, Дима, за этот увлекательный разговор, за... Мне не хватает, честно, вот таких бесед, таких дискуссий. Они с расчетом на завтра, они не про сегодня. И я хотел бы обратиться к зрителям. Если вы согласны с видением или не согласны с видением Дмитрия Раимова, да, или книг, которые он демонстрирует в своих словах и на вашем экране, напишите об этом, напишите в комментариях, это очень важно, потому что без вашего мнения мы не сможем вообще сформировать собственного вопроса, да, и видение ситуации на день как раз-таки завтрашний. И поставьте лайк этому видео. Дима, спасибо тебе большое. Да, Макс, пошло за приглашение. Береги себя. До новых встреч. До новых встреч.